Биткоин. Дневка. Нисходящие верха и низы. Восходящие верха и низы. Впервые с марта биткоин смог образовать на графике восходящий вверх. У нас есть отчетливая вершина вот здесь в августе, а в сентябре мы коснулись новой высоты. И что на самом деле это значит, ведь сейчас биткоин колеблется и над, и под этим значением. Если мы с вами посмотрим на четырехчасовик, то увидим, что мы коснулись новой локальной вершины. Теперь нас немного развернуло вниз, похоже больше на скачкообразное движение в этом диапазоне перед тем, как, возможно, продолжим рост. И это может показаться незначительным, ведь это лишь витиль, но он показывает, что спрос обгоняет предложение. У медведей не получается давить биткоин вниз на очередной нисходящий верх, ведь у нас уже есть восходящий верх. И в продолжение разговора предыдущего видео о том, что 128-дневная SMA играла большую роль в предыдущих циклах, а сейчас мы какое-то время под ней провели, вы видите, что последние много дней мы упираемся фитилями в ее поддержку, а БКМ удержалась ее удержать как поддержку. Теперь это линия поддержки, а мы пробиваемся в направлении вверх. Скажу так, впереди еще очень много работы, но сигнал этот позитивный. Итак, 128-дневная SMA является представлением 21-недельного SMA. Я уверен, ребят, что вы о ней слышали, потому что многие об этом постоянно говорят. Это ключевой игрок в определении ап- и даун-трендов в истории биткоина. И последний раз, когда мы находились под ней в 2023-м, то после закрытия над 21-недельным SMA, тогда забег и начался. Сейчас вы видите, что мы находимся внутри недели, нам осталось несколько дней для закрытия. И если все-таки мы закроем неделю над 21-недельным SMA, то вероятно, что мы начнем пробиваться даже еще на более высокие верха. Очевидно, что в этом диапазоне сохраняется значительное сопротивление, Так что, вероятно, перед пробитием на новый исторический максимум мы с вами еще увидим значительный расколбас. И почему я вам рассказываю об исторических максимумах? Что ж, S&P 500 на историческом максимуме. На самом деле, он даже немного вырос на 1,4%. Да, сейчас здесь есть и красная свеча, но это все только из-за того, что у него образовался гэп наверх, затем он спустился вниз, заполнив этот гэп, образовав спад, после чего он отскочил, после заполнения этого гэпа. И похоже, что S&P ждет продолжения этого движения. Но исторический максимум S&P всегда предзнаменует исторический максимум для биткоина. Никогда не было отэшу биткоина перед тем, как это образовалось у S&P. Так что, ребят, все выглядит очень хорошо и, похоже, выстраивается на 21-недельном SMA, на 128-дневным SMA. И я продолжаю напоминать вам, что мы намного ближе к историческому максимуму, чем многие думают. От текущей цены нам до исторического максимума остается менее 14%, а мы видели много дневных свитчей для биткоина в 10%. И если мы с вами взглянем на историю, то увидим множество таких свитчей. Например, это плюс 22%, а свитча ниже была в 13-14%. Так что, если на графике биткоина появится одна из таких свитчей прямо сейчас, то вот мы и на историческом максимуме. То есть, это гораздо ближе, чем вы думаете. Теперь переходим к Total 3. Это рынок капитализации альткоинов. Многие из вас, ребят, очевидно держат альткоины. Ведь многие из вас именно сейчас испытывают воодушевление, пока довольно продолжительное время биткоин находится у исторического максимума. Ведь так же, правда? И рынок альткоинов находится в консолидации полностью весь этот год. С начала 2024-го альткоины показали огромный забег в направлении марта, потеряли все эти прибыли, и сейчас начинают восстанавливаться. Капитализация рынка альткоинов начинает пробиваться через сопротивление. И это в точности то, о чем мы говорили в предыдущих видео. Если вы помните, мы с вами смотрели на предыдущий цикл, и то, как текущий сетап совершенно не отличается от того сетапа, который был. Смотрите, вершина, нисходящий верх, зона накопления, преодоление сопротивления, консолидация. Десять дней спустя, и мы пробиваем нисходящий верх. В этом же цикле у нас есть вершина, нисходящий верх, зона накопления, пробитие, консолидация. И в теории, если будет что-то похожее, то примерно спустя десять недель мы будем переваливать за нисходящий верх, что означает для многих альтконов приближение огромного роста с текущего момента и до ноября. Так что четвертый квартал выглядит здраво для альткоинов и для биткоина. И если мы увидим это, если мы увидим, как Total 3 начнет быстро расти в последующие многие недели, то это будет значить, что доминация биткоина, скорее всего, начнет показывать падение. И это то, что мы также недавно с вами обсуждали, это многолетнее сопротивление для доминации биткоина. Мы к ней приблизились, на самом деле мы на ней, мы даже перевалили за нее немного. Мы также это обсуждали, что можем ложно пробиться над сопротивлением перед тем, как начнется альтсезон. С 2017-го берет начало нашей линии сопротивления, касается 2020-го, вершину доминации биткоина в 2021-м, до момента, где мы сейчас, и мы в точности здесь находимся, прямо в этой зоне. Так что если график доминации биткоина начнет опускаться ниже этой трендовой линии, то это станет очень ясным сигналом того, что нас ожидают нисходящие верха для доминации биткоина, а альтсезон начнется, как и во все предыдущие циклы. Этот цикл не имеет никаких отличий от предыдущих циклов. Есть небольшие отклонения, он не в точности такой же, но тайминги очень похожи. Мы не опаздываем, мы идем по расписанию. В 2016-м произошел халвинг биткоина, а доминация биткоина начала пробиваться вниз примерно в течение 35 недель. Здесь у нас третий халвинг. Можно сказать, доминация биткоина пошла вниз примерно в течение 45 недель. И в том, что мы сейчас, в текущем цикле, с халвинга до момента, где мы сейчас находимся, примерно 24-25 недель. Примерно через 10 или больше недель, доминация биткоина должна начать падать, что значит, что мы идем по расписанию. Биткоин пробивает исторический максимум, как должно и когда должно, и предполагая, что он преодолеет исторический максимум, ведь он находится прямо там, где и должен быть. А тотал-три альткоины пробиваются через консолидацию, прям когда и должны, абсолютно в тот же самый момент времени. Так что на самом деле здесь нет никакой разницы с точки зрения времени. Немножко не такие результаты по некоторым монетам, а особенно страдают те, что с низкой капитализацией, потому что были высокие ставки, а также из-за дел SEC, закрывшие многие проекты и биржи. Так что альткоины с низкой капитализацией особо не показали хорошие результаты. Но, как ребята, наверное, слышали в новостях, SEC хорошо получает по заднице. И очевидно, что у них проблемы с компетенцией. И похоже, что для крипто все выглядит позитивно, потому что оба кандидата в президенты, по крайней мере, говорят, что они поддерживают крипто и блокчейн. Так что это восхитительное время. Мы наблюдаем за структурными изменениями, происходящими с ценой биткоина. Поэтому, ребята, пришло время подписаться на канал CryptoCommons и начать системно нажимать на кнопочку лайк под каждым нашим видео. Но даже если вы недостаточно уверены, что видео вам нравится, то нажимайте на дислайк. В любом случае, ваши действия окажут нам очень большую поддержку и придадут нам дополнительных сил. И главное, знайте, что все, что мы делаем, мы делаем специально для вас, потому что мы вас очень сильно ценим. Ну и, конечно, не забывайте про канал BlaBlaCrypto, который делает для вас эти переводы, помогает нам, и вообще они наши хорошие друзья. Плюс они делают ежедневные видео с анализом рынка и событиями в криптопространстве, да и в целом они такие клевые, что запилили нам еженедельный криптографический дайджест. Так что чекайте ссылки под видео, переходите на их канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а я вас обнимаю, и до скорой встречи!